Современная социальная критика и анализ Таким образом, я сначала несколько слов скажу о самом курсе, но во всяком случае о том, что я планирую и как мы с вами можем организовать работу. Если у вас будут какие-то предложения и замечания, вы мне тогда сообщите об этом. Хорошо. А потом непосредственно, да, я приступлю к некоему такому изложению материала, но надеюсь, что у нас это все в каком-то интерактивном режиме в таком получится. Поскольку я, наверное, все-таки буду вынужден говорить о таких-то вещах, которые, может быть, не совсем до конца продуманы мной самим, но это, может быть, в большей степени касается перспективы, чем сегодняшнего нашего занятия. Поскольку сегодняшнее занятие, оно носит отчасти такой вводный характер, а отчасти такой, в общем, характер некой такой накачки, из которой должно быть понятно, с какими намерениями мы, в общем, займемся рассмотрением последующего материала. Да, тогда, если ко мне никаких предварительных таких вопросов, может быть, или там пожеланий сразу нет, то я тогда перехожу к реализации сценария, как я по себе представляю. Я вижу, что... Да, ну, я, честно говоря, не ожидал такой разнообразной аудитории, хотя это, в общем, было предсказуемо. Да, ну, то есть есть люди, с которыми мы встречаемся достаточно давно, в рамках школы социально-философской аналитики, есть тут у нас представители методологической школы, да, вот, ну и есть, да, люди, которых, ну, с которыми мы пока не знакомы, но я думаю, что в процессе, когда мы познакомимся, да, наверное. Вот, а пока что, ну, так, ну, может быть, на, да, на знакомстве не будем акцентировать внимание, да, перейдем, да, непосредственно. Дима, захотите. Нет, пока. Перейдем непосредственно, хотя бы, да, о чем я вам хотел сказать сначала, в общем, по содержанию курса, этот курс планировался в рамках школы социально-философской аналитики, вот, на последнем этапе, да. Ну, я так понимаю, что он, наверное, как в процессе вот того, что в летучем университете происходит, он, в общем, стал, по-видимому, каким-то, таким, общеуниверситетским курсом, да, насколько я знаю. И есть вообще в аудитории люди, которые, ну, скажем так, первый год вообще в летучем университете, да? Есть такие, да? Есть, есть. Я вижу и знаю. Ну, то есть это как бы такой некий пробный первый сезон, да? Да. Значит, я вам расскажу, что я планирую. Ну, исходя из, собственно, самого названия курса «Современная социальная критика и анализ», понятно, что, наверное, все-таки акцент надо сделать на вот этом словосочетании «социальная критика». Если, опять же, попытаться, ну, может быть, каким-то образом прояснить, да, что название этого курса означает, но я, во всяком случае, это вижу так. Есть достаточно обширная такая область всевозможных направлений современной социальной философии, да? Да, это курс философский, да, естественно. Есть обширная такая область, которая так или иначе касается критики современного общества, да? Есть, собственно, у тех, кто сегодня этим занимается, предшественники, естественно. Вот, то есть, вообще говоря, социальная критика возникла не сегодня, не вчера, да, то есть это достаточно уже длительная традиция. Вот, те, кто так или иначе уже, ну, есть те, кто известен в качестве классиков, да, собственно, этой традиции, да. Вот, но я, естественно, не собираюсь ретроспективно куда-то там в бесконечность уходить, потому что, ну, мы понимаем, что, так или иначе, вот вопросы, связанные с переустройством общества, да, с, в общем-то, с проблематизацией разного рода социальных феноменов и так далее, они, в общем, уходят как куда-то там в глубокую историю, да, в общем-то, и где-то там восходят, наверное, еще к моменту появления философии. Вот. То, что, собственно, предлагается вот в рамках данного курса, естественно, замыкается, ну, собственно говоря, вот в 20 веке, ну, то есть, грубо говоря, где-то вот замыкается на периоде, который охватывает где-то примерно, ну, там, чуть меньше последних 100 лет, да. Вот. Понятно, что, да, у нас с вами запланировано 8 занятий, да, если я не ошибаюсь, мы их, собственно говоря, планировали в таком проводить в большей степени в лекционном режиме, да, ну, и мне, например, тоже ближе, наверное, все-таки жанры таких интерактивных лекций, да, поэтому, когда у вас будет возможность, вы меня тоже дергаете, если у вас какие-то вопросы будут возникать, да, вы их сразу, в общем, наверное, по ходу задавать что-то, я вас буду спрашивать, вот. Наверное, с этого и начнут. Вот. Что-то, в общем, мне тоже как-то было легче в этом смысле работать. Да, так вот, мы знаем, что есть традиция социальной критики, да, которая развивалась в 20 веке, опять же, по достаточно разнородным направлениям, вот, учитывая то, что время встреч наших, ну, достаточно ограничено, я, в общем, поступил, наверное, согласно логике произвола, да, я отобрал те, собственно, проблемы тех мыслителей, да, и те тексты, вот, которые, во всяком случае, ну, которые, наверное, ближе мне, да, то есть, в этом смысле, если у вас какие-то будут, может быть, пожелания в последующем, да, вы мне тогда о них скажете. А пока что я вам могу сообщить по этому поводу, вот, что, значит, ну, собственно, вот это вот первое занятие, оно сегодня как раз будет посвящено, ну, если говорить о каком-то ядерном его содержании, рассмотрению так называемой критической теории, или так, центральным вопросом будет, собственно, выступать вопрос о том, что такое вообще критическая теория, ну, социальная критическая теория, разумеется, вот, и эту первую лекцию я так условно обозначил как философствование в социальной ситуации, то есть сегодня мы будем говорить об этом, вот, в дальнейшем я, ну, мне так хотелось, чтобы была такая некая проблемная развертка этого курса, вот, поэтому я сосредоточусь на неких, все-таки, темах, которые будут подкреплены соответствующими концепциями достаточно уже известных авторов, вот, и, ну, со соответствующими текстами, да, вот, на которые я тоже буду опираться. Значит, что касается, да, поскольку мы, да, ну, как, в общем, я для себя решил, будем в большей степени говорить о социальной критике, да, и критической теории, правда, в таком широком понимании, да, то понятно, что это сразу нас отсылает, в общем, к франкфуртской школе, вот, ну, мы знаем, что в 1923 году, если я не ошибаюсь, был организован в Германии институт социальных исследований, вот, наиболее известными фигурами этого института являются Макс Хоркхаймер, который, опять же, в скорости после организации этого института стал его возглавлять, его, ну, соратники, братья по цеху, это Теодор Адоровна и Герберт Маркузов, это три ключевые фигуры, вот, которые мы должны вспомнить в связи, опять же, с появлением, ну, или, собственно, с оформлением, вот, так называемой критической теории, да, и то, что, да, ну, и это, опять же, объясняется тем, что, собственно, сами они как раз направление своей работы так и определили, то есть без всякого рода, там, скажем, лишних изысков, вот, то, чем они занимаются, они назвали критической теорией, вот, понятно, что, там, социальная критика, она оформилась, наверное, все-таки раньше, но я вот сейчас немножко позже буду об этом говорить, да, но, значит, последующие персонали, к которым мы обратимся, они, в общем-то, не будут завязаны на франкфуртскую школу обязательно, поскольку, как я уже говорил, пространство социальной критики достаточно широкое, существует, вот, так вот, собственно, и, естественно, какие темы и какие персоны я попытался, так это, отобрать для этого курса, да. Значит, в следующий раз, да, то есть это на втором занятии, мы, естественно, вспомним Макса Хоркхаймера и Теодора Адорна с их критикой просвещения, ну, есть у них одна из ключевых работ, которая называется «Диалектика просвещения», вот, и я, ну, буду во многом, естественно, опираться на некую часть этого текста, да, значит, на третьем занятии я все-таки решил, что мы обратимся к Мишелю Фуко, да, с его критикой механизмов власти, да, на четвертом занятии, наверное, это все-таки будет Луи Альтюсер, на пятом занятии это будет Джудит Батлер, на шестом занятии это будет Джорджа Агамбен, один из таких, ну, современных, достаточно тоже известных авторов, вот, и, наверное, на седьмом занятии это будет все-таки Ален Бадин. Вот что касается, да, что касается последнего занятия, я так планирую, что мы все-таки каким-то образом тот материал, который мы с вами освоим, мы его как-то, может быть, спроецируем или попробуем как-то применить к тем, собственно, задачам современной социальной критики, которые могут быть каким-то образом обрисованы или очерчены в отношении нашего нынешнего белорусского общества. Вот, ну и таким образом мы исчерпаем это время. Да, значит, выбор этих персоналей, он, как я уже сказал, во многом, он, ну, случайно, частью он определяется, там, моей компетентностью и, собственно, моими симпатиями, да, с другой стороны, так или иначе, все эти персонали, о которых мы будем говорить, они вращаются вокруг одной такой фундаментальной темы, которая всегда была, наверное, ну, в центре социальной критики, это проблематизация господства и власти. То есть все эти персоны, они, в общем-то, могут быть рассмотрены как объединенные вот этой вот некой стержневой тематикой. И если это иметь в виду, то тогда у нас получается немножко такая другая развертка, что ли, этого курса, да, если, опять же, как это, не цепляться за конкретные персоны, да, то вот мы тогда можем сказать, что, значит, на втором занятии, да, мы, опять же, вслед за Адорной и Харкхаймером пойдем по пути, ну, собственно, дезвоирование общества, как основанное на отношениях господства. На третьем занятии мы сделаем экскурс, опять же, дезвоирование механизмов власти у Фуко, и, в частности, обратимся к концепту биополитики. Вот, на четвертом занятии мы коснемся вопросов, ну, через Альтусера, опять же, связанных с критикой идеологии и идеологических аппаратов государства. На пятом занятии, скорее всего, если это действительно будет Джилет Батлер, да, мы обратимся к феминистской критике субъективации, ну, то есть это будет тема субъекта, да, вот, соответствующим образом рассмотрена. Вот, на шестом занятии это будет через Агамбена политизированная критика социальных механизмов декоммунизации, вот, и на седьмом занятии это, наверное, все-таки будет философское осмысление политического и политики через Алена Бадюк. Вот, и, ну, не знаю, как показалось вам, но мне, по крайней мере, кажется, что все эти тематические блоки, да, с соответствующими вот персоналиями, и текстами подкрепляющими, они, в общем-то, могут быть представлены как достаточно связаны. Вообще, курс, как мы понимаем, он представляет собой скорее некий такой материал, который, ну, наверное, все-таки, как, таких, в общем-то, сверхзадач, наверное, не ставит себе, но, по крайней мере, дает некое такое панорамное представление о том, чем, собственно, может быть и современная социальная критика. То, что мы обращаемся к неким теориям столетней давности, фактически, первоначально, это тоже достаточно объяснимо, поскольку те подходы, в общем-то, те методы, которые были тогда разработаны, они работают и сегодня, я думаю, что мы будем иметь возможность с вами в этом убедиться каким-то образом. и, да, когда, ну, опять же, когда, вот, может быть, там, опять же, на последнем занятии, надеюсь, что нам удастся, да, поговорить, собственно, о том, в каких направлениях может быть разведана эта критика современного белорусского общества, мы, в общем, попробуем как-то эти подходы, может быть, апплицировать, применить там к нашей ситуации. Да, значит, в процессе, ну, проведения занятий, я не знаю, правда, как это может быть у нас получится, но там, в частности, где вот речь пойдет о феминистской критике, я, наверное, все-таки приглашу Галину Русецкую, я думаю, что она сможет нас ввести в курс дела относительно того, чего хотела Джудит Батлер, да, вот, и чего, в этом смысле, мы можем тоже хотеть, вот, от нее. Ну, так, чтобы разнообразить, опять же, может быть, нашу встречу. Да, ну, да, кроме того, а, да, забыл вот на одно обстоятельство указать, в выборе собственных персоналей и тематики я, все-таки, наверное, тоже ориентировался еще на предшествующие, вот, как раз, курсы, вот, один из таких предшествующих курсов в школе социально-философской аналитики, Галина Русецкая, я читала, из тех, кого я назвал, там был кто-то или нет? Я был. Кто там? Нет, я не люблю. Не считаю. Я думаю, нет современных, человечественных. По-моему, я не могу вспомнить. Я же там был. Никого не было. Никого не было. По-моему, тоже, да, не было этих персон непосредственно. Может быть, их вспоминали? Немецкая школа. Вадью. Но в рамках Билли? В рамках, скажешь. Нет, типа, в рамках... Савереген. Когда Биллина читала курс по социальной теории. Лакан, Луман, Кабермастер. Ну, вот, в этой связи, да, мог, например, возникнуть вопрос, почему в этом курсе нет Хабермаса. Он был где-то там. Фуртьяна читала, потом Атолокала, Энтон... Он был как садист. Мы с него просто начинаем. А то больше? Не надо. Ну, хорошо. Значит, мы будем надеяться, что все у нас получится. пока что предлагаемая структура и предварительное содержание некий такой проспект курсу он может быть такой если то есть опять же если какие там пожелания предложения будут текст рассказать про это значит вот что опять же да и это обстоятельство но дело в том что видите ли в чем проблема современная социальная теория она без критики невозможно но это еще такой мягкий тезис более жесткий тезис состоит в том что по большому счету это одно и то же ну опять же там при всех разного рода других там соображения разные аспекты потому что в одном аспекте это критика существующих институтов а другом аспекте воспроизведение как того как устроено общество ну дело в том что даже если мы говорим о критической теории то вряд ли тоже она возможно без определенного видения того как устроена общество если даже это там эксплицитно или там артикулировано как-то не дано скажем в тех или иных текстах то все равно так или иначе предполагается поэтому сейчас я буду вот об этом говорить как раз в одном из вопросов которые предлагаются к рассмотрению поэтому ну вы это должны иметь ввиду просто что критика в чистом виде без определенного там теоретизирования теоретического видения что касается значит я тогда перехожу непосредственно содержанию того о чем я собирался говорить предварительное такое рабочее а да я совсем забыл спасибо дима я не договорим оказывается собственно по нашей методической части да вот дело в том что у всех авторов у которых я называл они же есть тексты поэтому поэтому для того чтобы нам как-то как это организовать так работу ближе к телу собственно до социальной критики то нам конечно хорошо бы ознакомиться с какими-то текстами вот и но опять же есть ну понятно что есть там эти классические работы но ему естественно там как это не не можем их и собственно говоря нет времени у нас на то чтобы читать их целиком вот я давайте может быть так я вам буду предлагать какие-то отрывки скажем некие там значимые такие вот части этих текстов и для того чтобы прямо да вот собственно с этой такой тканью философской критики познакомиться мы их предварительно можем эти тексты прочитывать там некоему последующему занятию того чтобы собственно примерно себе представлять уже о чем может идти речь ну и понятно что об этих текстах будут соответствующие проблематизации вот на которые я собственно говоря тоже в своих лекциях буду опираться вот для того чтобы сразу да сразу не не забыть да опять же в этим и к следующему разу прочитаем кусочек из диалектики просвещения собственно та часть текста которая называется понятия просвещения есть такой текст он по объему наверно где-то зла я попробую бороться ой ну может быть чуть больше сорока страниц км вот то есть нам тогда получается это надо к следующей среде прочитать вот а да а собственно на основе этого текста ну я и в общем как то и буду в следующий раз тогда уже разворачивать то что касается вот дезавуирование ущества как основанного на отношении отец сфортиз пожалуйста название есть вся книга называется диалектика просвещения это часть книги это по-моему даже как начальная часть вот там первый параграф условно говоря он называется понятие просвещения вот дело в том что я не работал пока с платформой тогда секунду тогда значит вы пришлите мне а я уже вручную сделаю рассылку потому что кто-то есть сегодня кто-то нет так что это это не проблема я с русецкой именно так и работала поэтому вы присылаете на мой адрес а я рассылаю я думаю что технически это разрешено абсолютно абсолютно если мне быстро расскажут как это вот там можно сделать скажем на дистанционной платформе мы это все делаем я думаю да хорошо это могут быть тексты с соответствующими некими такими вопросами то есть опять же чтобы у нас была возможность предварительной некой проблематизации вот на лекциях на лекциях мы не будем непосредственно там скажем обсуждать это текст и потому что это вроде бы некий такой другой режим работы да но во всяком случае мы должны как это будем иметь будем иметь в виду да что вот такой вот текст есть да и что мы на него опираемся впрочем если захотите то есть я думаю что это будет какая-то часть времени там опять же посвятить каким-то может быть действительно уточнениям или там прояснениям каких-то моментов и так далее то есть это в общем тоже не противоречит тому что мы делаем наоборот это в общем нам еще может помочь так ну и теперь тогда да если я еще не понял как мы будем работать ну как там тут нужно какой-то диалогизм тоже включать потому что иначе люди ну там скажем к первой лекции посмотрят что-то а ко второй уже не будут смотреть не буду понимать что только ты говоришь то есть тут нужно по крайней мере какие-то проблематизации дело в том что мы сразу включим тупаря и он поймет что только через диалог можно стучаться до сознания может быть вопросы задавайте глупость аудитории преувеличена как всегда лучший способ от нас значит рассылка будет, да, Галина? а сегодня, да, значит сегодняшнюю лекцию я ее хотел первоначально так назвать философская рефлексия в социальной ситуации наверное все таки философствование в социальной ситуации поскольку так или иначе предполагается что философствование это в общем то и есть некое такое систематическое применение философской рефлексии вот и собственно тот ключевой момент на который мне хотелось бы обратить внимание сегодня он в общем то в названии этой лекции заложен то есть в общем то этот момент связан с тем что так или иначе о чем бы мы сегодня не философствовали по сути дела в общем мы мы всегда так или иначе да, должны знать что мы находимся в определенной социальной ситуации вот и и это в общем налагает на нас собственно определенные требования к философствованию вот сейчас я вот про это и собираюсь говорить в качестве таких рабочих вопросов я вот предложил бы следующее наверное ну во первых это социальные координаты философствования и субъектная позиция то есть что собственно говоря да то есть опять же как может быть да философствование рассмотрено в рамках неких социальных параметров да и какую позицию в этом смысле может занимать субъект философствования я думаю что ну это будет вопрос такой отчасти тоже для нас может быть творческой потому что я думаю мы попробуем сейчас что-то сразу сделать интерактивное вот в общем попробуем этого субъекта затолкать социальную ситуацию да философствующего субъекта вот и каким-то образом его как это назвать вот вот второй вопрос будет все-таки посвящен рассмотрению того что такое критическая теория ну можно его так так и назвать собственно говоря вот исходя из рассмотрения этого второго вопроса мы сможем опять же увидеть в чем состоят особенности философствования в социальной ситуации то есть собственно мы попробуем как это представить себе да да что это за философия такая в общем то должно в итоге получиться да или да чем ну чем она является как бы на ощупь да вот и еще один вопрос который я собирался рассмотреть но я вот боюсь что могу не успеть да его рассмотреть это тоже скорее вопрос такой интерактивный он касается значения протестного интеллектуализма о значении протестного интеллектуализма не знаю насколько да насколько мы сможем этот вопрос красиво проработать ну вот планы во всяком случае такие да ну ну и я тогда перейду непосредственно вот к первой этой такой проблематизации о социальных координатах философствования и субъектной позиции есть такое подозрение вообще и на примере наверное разных философских традиций это видно вот что бы мы не рассматривали скажем будь то например немецкая философия или французская скажем философия ну а может быть какая-нибудь другая вот ну так или иначе какой-то момент там обнаруживаем те особенности субъекта философствования которые обычно у нас обсуждались под под знаком проблемы о том кто такие вообще интеллектуалы вот и мы эту проблему естественно будем иметь в виду что она в общем то маячит так всегда у нас ну я да почему собственно к этой проблеме вот вопрос вообще субъекта философствования в социальных координатах он имеет отношение потому что ну как мы знаем значит интеллектуал это не просто человек который думает это рассуждает о чем то это человек который проявляет активную социальную позицию и в частности когда мы говорим о вообще об отношении так или иначе это некоего там мыслящего субъекта к социальности тут значит ну возникают по крайней мере предварительно значит ну три наверное таких ключевых момента которые которые опять же сами по себе уже указывают на некую такую социальную позицию ну мы можем себе представить во первых что ну имеет место то что в свое время назвали свободным парением интеллигенции то есть это в общем то как предполагается как предполагалось раньше было возможно некое мышление которое фактически само по себе не имеет никакого отношения к социальности если мы его хотим каким то образом в социальность погрузить мы его должны или зато туда притянуть в общем то либо этот субъект должен опять же сам там выразить некое желание или стремление там подтвердить свою мотивацию и заняться опять же некими там социальными вопросами проблемами и так далее вот так вот собственно можно себе представить да вот эту позицию связанную со свободным парением духа вот то есть до определенного момента как как считалось в общем философ мог быть сам по себе общество само по себе вот и это была вроде бы какая-то такая нормальная ситуация по крайней мере с точки зрения субъекта объектной логики когда ну философ значит воспаляет над реальностью занимает позицию некого там стороннего наблюдателя вот либо вообще считает что он там не имеет никакого там отношения к тому что происходит то есть к наличной действительности а занимается чем-то вот там принципиально другим вот и сейчас мы попробуем с вами наверное вместе посмотреть какие вообще говоря возможные такие ну субъектные что ли какая возможно вообще говоря материализация такой позиции вот скажем в наличной социальной действительности вот две другие позиции они естественно будут связаны с тем что интеллектуал или философ он в общем непосредственно погружен в социальность каким-то образом вот и то что он делает в этом смысле то есть его социальная активность она связана либо с поддержкой существующего социального порядка либо с неприятием этого порядка можно еще парить в порядок а можно погрузившись в порядок либо поддерживать его и неким образом работать на его воспроизводство и трансляцию и так далее либо опять же радикально не принимать этот порядок протестовать против него или там опять же делать нечто такое что так или иначе этот социальный порядок подрывает критика либо апологетика либо отказ нейтральная позиция связана с отказом от оценок да вот я бы хотел да я бы хотел чтобы мы с вами попробовали все таки посмотреть ну по крайней мере введя вот эти вот две координаты некие да которые сейчас я вам предложу мы бы попробовали разместить все таки позицию философа в этих координатах причем ну при этом я предполагаю что все интуитивно знают чем занимаются философы интуитивно все я абсолютно не понимаю потому что немножко позже тогда я буду говорить об особенностях философии по крайней мере ну о том чем она вот должна быть в связи как раз именно с погружением в социальный порядок это большой вопрос который Владимир Кузьмин задавать он говорил ко мне приходят простые люди на вроде лесника чем вы занимаетесь в двух словах объяснить с чем мы занимаемся философами я не знаю что им сказать обратите внимание а мы должны знать в общем как бы пари дальше давайте сделаем так я так понимаю что во первых возьмем одну такую координату которая или демаркационную линию которая разводит частное и публичное применение разума тут и опять же мы можем да вернуться к кантру который как раз говорил о том что существует частное применение разума ну это когда например я сижу там рассуждаю на кухне о чем то ну там другая хрущевка положим или вообще там советскую власть вот публичное применение разума естественно оно связано с выходом в некое пространство общественности ну или по крайней мере то что как предполагается является пространством общественности и там я тогда должен в каком то виде да там не знаю там через там публикацию выступления или каким то еще образом заявить о том что в общем то в этом обществе там меня не устраивает или да или что вообще говоря в этом смысле нужно предпринимать ну давайте вот расположим это частное применение разума пускай вот как бы все что ниже демаркационной линии будет частным применением разума все что выше будет пусть публичным применением разума вот это вот демаркационная линия вертикальная она будет опять же разделять тех кто собственно поддерживает социальный порядок существующий и тех кто его не принимает этот существующий социальный порядок я не знаю какие это право-лево да те кто принимают они справа да тогда то очень правое и левое так ну вот пусть да принимают социальный порядок когда я так сокращу а здесь тогда не принимают существующие ну имеется ввиду наличность консерваторы вот вот давайте мы теперь да вот попробуем значит каким-то образом подумать да вот как будут называться те философы которые могут быть расположены в этих сегментах ну предположительно я думаю что даже в этом сегменте тоже кто-то может быть вот да ну и соответственно вот в этих сегментах тоже значит что имеется ввиду под принятием социального порядка вот мы же знаем опять же из истории интеллектуальной что многие философы например занимали достаточно серьезные государственные должности ну предположим да можно да можно кого угодно вспомнить то есть это в общем люди которые получается вроде бы как работали на воспроизводство вот этого социального порядка вот который был тогда вот то есть если пользоваться опять же вот этим различием то ну как можно условно вот эту вот эту область можно обозначить ее как область мандата то есть власть дает интеллектуалу значит некие полномочия для того чтобы он там чего-то вот производил какие-то эффекты которые так или иначе они связаны с воспроизводством того порядка который есть вот вот эту область мы естественно назовем область критики ну пускай это будет область мандата властного а этого будет область критики а если то то что он поддерживал область то философии философии гегеля очень много есть работ которые значит показывают что он был скрытым критиком то есть да да то есть его теория свободы значит ну абсолютно идея как стремятся очень много либерализма а он живет когда либералы понтовали собственно вопрос как бы состоит в том означает ли профессиональные включенные наличие какого-то места даже для интеллектуала для флософа что он поддерживается потому что мысли и идеи могут быть вполне качественными предположим что да вот я например работаю в госучреждении я поддерживаю социальный порядок в этом смысле я думаю здесь все-таки интересное развлечение я к сожалению не буду ходить мне надо работать значит я бы попросил и вас тоже как и предшествующую группу чтобы зашли в социальные сети значит и подписались да и подписались ко мне друзья я буду рассылать свои книги 16 книг написано будет интересно спасибо извините я думаю что вот это вот не помело бы различить различить как ну там скажем сущностные и декоративные да то есть у нас есть действительно вещи которые мы вынуждены говорить да есть какие-то вещи которые мы соведуем ну вот условно мы говорим о киеве государь это то что я должен говорить для того чтобы я получил деньги от государя потом я это пишу князя да по другой стороны я могу писать что-то в торжестве республики но проявляя то что я действительно думаю то есть здесь просто действительно тогда нужно вводить коэффициент не коэффициент а как это называется индекс связан с действительным и декоративным да я согласен да тут на самом деле можно вводить еще много координат вот например тоже проводить линию демаркации связанную с институционализацией или неинституционализацией да скажем ну и так далее вот сейчас я позже как раз собирался об этом говорить но правильно что эта проблема возникла давайте представим себе вот ту ситуацию которую описывал Макс Вебер в известной этой работе политика призывает профессию он говорил что ну вообще то есть такие там всякие люди которые очень любят там рассуждать о разного рода там социальных проблемах да но при этом не готовы как бы ответственно подходить к делу и скажем там опять же занимать соответствующие там политические позиции да и делать нечто в политике практическое а готовы вот только как бы фланировать да и там и просто значит заниматься некой такой виртуальной вот этой вот как это в кавычках работой да не делая никакой работы практической вот эти вот люди о которой говорит Вебер и как он их там называет они в общем говорит приверженцы некого такого там революционного карнавала на самом деле они ничего не делают то есть они просто могут этим там интересоваться или там где-то в кулуарах рассуждать об этом но практически ничего в социальности не изменяют вот это вот смотри вот по этой линии демаркации вообще говоря такой человек он куда относится он вообще сюда никак не относится на кухне да то есть он относится да к сфере частного применения разума ему это интересно вот он может об этом читать он может об этом рассуждать да и так далее сюда он не выходит вообще вот ну ты просто тот пример который да говорит он ты привел пример скорее институциональный какой да ну это ситуация не всегда между тем он говорит он есть те которые ответственно до этого подходить к делу готовы быть политиками да готовы быть политиками то есть в этом смысле они готовы брать на себя ответственность за некие социальные действия или эффекты которые они производят уже публичность да тут естественно да речь будет идти о публичном применении разума вебер по-моему представлял это все себе вот в этом сегменте вот ну ладно смотрите значит какие вообще говоря есть варианты если я скажем там ну предположим да я являюсь там интеллектуалом и например работаю ну опять же в органах государственного управления например ну то есть я отношусь туда ну сюда да по идее ну твои идеи да ну в любом то есть можно здесь функционера например написать или нет ну ну то есть ну то есть то есть то есть вы это критики как раз здесь критики не логично было бы правое я бы справе их разместил а вот этих пассивных наоборот на левую часть это не принципиально по-моему пассивных публичных Отяжка – это очень хорошая хранительная больница. Вот пока и закончился. Пока в такой простой ситуации. Так, ладно. Ну, хорошо. Давайте возьмем… Давайте возьмем… Напишем, да, или нет? Ну, напишем, пока есть, только что-то такое. Слово «идеолог» здесь тоже очень хорошо. Ну да, идеолог. Функционер, да, там, идеолог, кто там еще не знает. Ну, если, опять же, да, упрощать… Ну, ладно, смотрите, а революционера куда он подвести, вообще говоря? Ну, точно не вправы. Ну, если он… Если он еще не институционализированный, то есть… Революционера не может быть. Так, а тут… Тут же великая проблема еще постаёт… Постаёт тем, что вось обучили, что калебузе активность, и будем казать, что человек активный, он дейниче у приватным, там, неприватным, публичной просторы, и уже влезет шли, подтрымливая, неподтрымливая, то мы можем про нечто казать. То Бог нечто робить, не робить, и… Как это соотносится с уровнем его активности для громадства, для самого себя, и… А ты уже влезет шли? Да, так а в чем проблема есть? Ну, активность и неактивность. Ну, когда будет введена третья, то будет уже тогда шоколад, либо третья ось, то будет тогда… Зразумело, что, наприклад, и он неактивный, и подтрымливая неактивно, тогда как сопротив. Все эти вопросы прекрасно получаются. Участная и вовлеченная. Это же система картина. То есть, чем выше человек оказывается здесь, чем выше, тем выше его вовлеченность публичная. Чем ниже здесь он оказывается, тем ниже вовлеченность публичная, и, там, скажем, условно говоря, где-то здесь он расположен только сам с собой разговаривает, другими не хочет. Здесь возникает хотя бы микрокомбилити какое-то, которое его слышит. Ну, соответственно, отсюда-сюда и отсюда-сюда тоже имеет значение. Чем дальше сюда, тем более радикально. Ну, можно это и так рассматривать. Если стрелку по-настоящему. Так, ну ладно, смотрите, вот, например, вот, что касается, да, вот этой, например. Вот сюда, например, я могу отнести людей с, ну, не знаю, там, пускай есть некие интеллектуалы со скопистской ориентацией. Ну, то есть они вообще предпочитают никакого социального участия не принимать у них, там, они сидят, там, всегда в библиотеке где-нибудь, не знаю, вот, то есть они, ну, собственно, вообще никак, да. Ну, то есть это некая такая позиция философского самоубийства, да. Ну, это вот, там, не знаю, помните, там, где-то в фильме «Человек с Бульвара Капуцина» «Философ, который стал гробовщиком». То есть он вообще, да, вот, как бы, это вот фаза некая, в которой он, там, превращается в гробовщика, да, вот она где-то тут. А можно ли на уточнение? Просто вначале было про то, что философ, который, ну, включён в ситуацию, да, который не включён в ситуацию описывался, а потом включён и два типа включения. Я правильно поняла, что сейчас нужно только про эти два типа включения, которые во второй случай говорили? Или они об обе этих предыдущих описанных ситуаций здесь не включены? Нет, вот, который не включён, в смысле, который, да, который духом воспаряет, да, он всё-таки находится воздействием. А, он в этой схеме тоже всё равно, да. Ну, он в сфере частного применения разума, то есть, поскольку… А почему он производил это исключение? Воспаляющий духом обязательно опускается в ноль. Ну, если… Почему революционер наверху не может выпасть с массажа? Если мы… Илья Тинку изобрели революционера. В чём всё в несогласии непонятно? А, попытку занять место над схваткой, то есть, над всеми, да, присутствует в любом сегменте этой системы? Какому человеку свойственно? Мы, в том, что предлагаем, мы, во-первых, регистрируем конкретную точку жизни конкретным интеллектуалом. Не изменение. В основном, интеллектуал вообще… Хорошо. Философу. То есть, вот, философ написал какое-то произведение, это высказывание. Мы можем зарегистрировать его место здесь. Следующее высказание может оказаться в другом сегменте. Это раз. Во-вторых… То есть, мы не можем определить человека, четко зафиксировать его кардиатор, а они всё время перемещаются. В зависимости от кликативности. Но, в данном случае, мы исходим из статичной, синхроничной картины, как более простой. То есть, мы начинаем с синхронии, чтобы потом перейти к диахронии, к координатам. Раз. А сейчас вопрос только предыдущий, так? И, как бы, непонятно всё равно ставится. Потому что, сначала ты, как бы, всех делил на тех, кто имеет такую включённость именно отношения к обществу, к социуму, включённость в социальные тексты или проблемы, и тех, кто к этому отношения не имеет. В этом смысле, не знаю, проблемами занимается, мыслью парит, как бы, отрешив всё от социальной ситуации. Но это же не означает, что он не может публично применять раду. То есть, это не записывает его однозначно в сфере частного применения раду. Понимаешь? Ну, как мне представляется, по крайней мере, если ты всё-таки, как бы, в каком-то кантовском смысле это говоришь. Гарик, чтобы было понятно, Генин и Пеханов. Генин и Пеханов. Генин и Пеханов. Да. Ну, пожалуйста. Плещайте. А ещё, Лизма? Ладно. А ещё, говорят, что человек умер. Насколько я понимаю, Гарик, а здесь ситуация очень простая. Мне кажется, Ленин, но без положения здесь. Да. Ну, точно. Это тоже неплохо. Тогда, вот с этим вашим нижним процентом… Это как тебе. Ну, как бы, относим к нему вообще что-нибудь сговориться об интеллектуалах и философах, которые занимаются частным мнением разума. Что в этом вообще философского? Это очень правильное замечание. Это лишнее… Ну… Система координат не работает. Подожди. Система координат, она проблематизирует как раз вот такие штуки. Да. Я на них хотел обратить внимание. Вот смотрите. Я сюда, например, расположил ещё кого? А, Снобов я расположил сюда. Снобов – это консерватор в чистом виде. Кого я ещё сюда расположил? Кстати, валёров я расположил сюда. А велосипедистов? Кто? Велосипедистов. Господи, сколько он из странных слов знает. Так, а вот я ещё сюда… А, ну, есть ещё такое слово «гарудит». Я не буду именно в левом нижнем квадрате хорошо прощать. Нет, в данном случае тут вот это… Это просто подвал. Поскольку они сюда как будто не имеют отношения. А можно туда ещё вопросы? И всё равно возникает один вопрос, как бы вторая координата так как всё равно пропадает. Потому что у тебя сейчас есть координаты принимающих, не принимающих социальный порядок, а включённых, не включённых в социальный контекст нет? Почему есть? Где? Ну, можно исключённые, а вот включённые. Да. Вот включённые. Ну, те, кто сами себя исключил. Да. Игорь, а можно тогда ещё вопрос? Я пишу тебе вопрос, что мы называем, да? Ещё всякие. Невозможно. Например, если нет там акта публичного, никакого публичного высказывания, да, то есть в современности. Ну, условно, через сто лет нашли в столе очень критический труд. Но практически не осуществлялась никакой коммуникации прижизненной. Человек куда попадёт? Ват! 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 Я думаю, что вы не так хорошо за... Спасибо. Вот сюда попадут? В данный конкретный момент времени? Он частно для себя. Там вообще есть написанные деньги. Вот он был отсюда, в активной позиции, да, то, что мы по индексу говорили. Я это не знаю. Гарфоманы. А, Гарфоманы. Нет, ну вот как время вгустит, да? Вон, вернее, отринимал. Он же действительно всю жизнь прожил на уровне вот этом, а потом оказалось, что где-то здесь, на торце, Да, ладно. Вот тут можно, вот здесь вот, честно вам скажу, не знаю, что ещё тут можно быть вот здесь вот. Да вот реформаторов куда отнести сюда или сюда? Ну, реформаторы это тут не согласие с... Они, мол, и были там и там. Ну, причем принципиально-то они принимают существующие. Принимают, конечно. Реформа, в общем, это изменение, да? Если я говорю, что меня всё устраивает, да? Ну, то есть другое дело, что как определить по отношению к этой оси, да? То ли это здесь будет, то ли здесь, да? То есть вот понятно, что есть радикальные фундаменталисты, которые говорят, давайте всё так оставить, да? Есть радикальные левые, которые говорят, давайте всё вообще поменять. Ну, и реформаторы, которые говорят, например, здесь. Всё, в принципе, меня устраивает, но только тактически нужно кое-что поменять. Ну, если принципиально согласие есть, да, с порядком. С революционерами всё понятно, там они принципиально согласны. А если, ну, вот как и писали реформаторы, а если, допустим, реформатор, ну, условно, если человек, ситуация, да, то есть не согласен с существующей системой, хочет её изменить, но встраивается в систему для того, чтобы осуществить это изменение? То есть он, например, социализирован, но картинка у него находится слева, вот он где-то. А можно мне другой вопрос? Шахид, который взрывает по политическим, социальным мотивам, революционер, взрывает мирное население, его вообще в какую систему координат вы вопрете? Точно или нет в ЧПР? Он не философ. И не интеллектуал. Давайте по философу или индивидуалу выбросим. Аналогичная штука, связанная с рационал-социалистами, куда их повестить? Их нельзя сказать, что это просто радикальные сторонники сохранения старости. Далеко не для всех обществ это проходит, да. Они очень часто именно революционеры, но это правые революционеры, да. Вот правые революционеры – это действительно отдельная, как бы, статья. Следующий вопрос. У меня будет когда-нибудь есть женщины, господа. Короче, изговорятся. Женщины, собак, я не знаю, ну, собак. Самое смешное, в советские времена было очень четко. Если ты слушаешь анекдот политический, да, там про Брежнева, неважно про что, ты не подсудим, но если ты его рассказываешь, то у вас получается вот эту линию, если я на кухне рассказал анекдот, то я уже готов по статье сесть. То есть получается с ЧПР, ППР перейти всего лишь навсего, не вступить в какую-то коммуникацию, совершенно ничего не обязывающее. Ну и что? Ну, не важно. Пусть ситуация будет пока такой плоской, да? Так, я что хотел сказать. А что, собственно говоря, нет? Ну, смотри, с функционерами все понятно в этом. С идеологами тоже. С информаторами есть нюансы, но я их сюда записал, потому что все-таки, в принципе, они согласны с тем, что существует, просто им нужен косметический регул. Я думаю, может, там и там вот написать, если ничего тратится. Давайте же храму у меня заставим. Давайте кого-нибудь еще, да, влево найдем, а то там один-дево найдем. Я думаю, что он экспертов сюда вписал, потому что обычно эксперт выступает как ученый. Ученый он ориентирован на субъект-объектное восприятие, то есть он, собственно говоря, один. Ну, во всяком случае... Настоящий эксперт вообще не учительства, не инсперт. Он вот именно как раз над сваркой. И вот он у тебя не попадает. Вот так. Вот эксперта нет как раз. Вот если думает, что он над, то он тогда здесь. В Покерной среде, что ничего похожее есть. Можно мне задать один вопрос? Если я перемещу сейчас вот все эти четыре термина сюда, разве они не будут работать? Если я перемещу их в совершенно другую систему координат функционера, идеолога, реформатора, эксперта, под революционеров, впишу и все будет работать тоже? Какой системе координат, наверное, работает? Абсолютно будет. Дело в том, что у левых должна быть и идеология, и система реформирования, и эксперты. Это не про левых и про правства. Нет, я понимаю. Я про левых и про правства. Я не про левых и про правства. Прямо в том, что... Зачем мне это все было надо? Да. Мне это было надо для того, чтобы показать, что вот здесь вот никакая другая позиция невозможна, только такая. Это сомнительное утверждение. Ну, вот я чувствовал, что что-то здесь как бы... Недоброе вот это и... Радикальное левое, мы с тобой согласились. Но медленное левое, социал-демократное левое... А мы сейчас не путаем стороны бумажки и... Вот, да. По-моему, уже каша пошла вообще. Дело в том, что... Нет, это же все-таки про философские позиции. Ну, на философских позициях это тоже отражается. Если, например, ну, традиционно еще разводилось так, что марксисты и реминисты, они выступали за революционное преобразование действительности, в то время как западные марксисты склонялись к реформаторской традиции. То, что нужно как можно больше гуманистических всяких вещей делать для того, чтобы не свалиться посредством революции, как, например, марксисты и русские, в какую-нибудь примитивную примитивизацию общества. То есть нужно, там, этическую борьбу, эстетическую борьбу, но эти революции, которые все являются, ну, кавычках, революцией, не социальными непосредственными, это то, что относится к понятию информации человека. Так, а здесь тоже речь идет не о, собственно, ну, не о как таковых социальных революциях. Здесь речь идет об определенном отношении интеллектуальном, да, отношении к обществу. То есть тогда, когда ты рисуешь как, ну, как философскую интеллектуальную позицию, да, что имеет в виду вот этим революционером? Что ты тогда, ну, что это такое? То есть хочешь ли ты сказать, что всякая социальная критика возможна только путем полного решения, ну, не знаю, там, предшествующей, там, социальной теории или еще что-нибудь? То есть что ты хочешь этим сказать? Нет, я этим хочу сказать, что всякая социальная критика, она возможна, исходя из радикального неприятия существующего социального порядка. А почему слово «радикальный»? Ну, по своих основаниям, да. То есть они… «Радикальный» — это просто очень сильное слово. И, ну, там, я не знаю, когда они сразу говорят, в данном случае, либо вы «маоисты», либо вы «продажные девки-империалисты». Нет, ну, было и такое. Ну, было. Там и социалисты, да. «Продажные девки-империалисты» соглашаются. Ну, 68-м. Дело в том, что интересно, что само курьез в том, что мы говорим о философии и говорим о каких-то радикальных категориях. То есть это, мне кажется, ну, надо какую-то градацию сделать по уровням. Вот вчера буквально только в аспекте экономики мы это обсуждали. Я еще учусь там, да, экономикой занимаюсь. И, как оказалось, сколько мы не спорили, что четких вот таких грани, или хорошо это, или плохо в данной ситуации, смотря с какой позиции и вообще хорошо, насколько это все очень можно измерить. Потому что, ну, радикально, насколько радикально, да, там, вот настолько, настолько, чуть-чуть, еще чуть-чуть. Это уже радикально или не радикально? То есть, по-моему, не совсем корректно просто, если вот придираться к понятиям… Интеллектуал и философ вообще не может быть социально активным по определению. Просто если к понятиям придираться, что такое радикальный? Нет, как раз… В какой степени он перестает быть радикальным? Это борьба идеи. Дело в том, что… Нет, понимаете, что? Да, ладно. Я просто к тому, что… А что заставляет тех же, не знаю, там, критиков социальных, так или иначе, постоянно, да, заниматься? Критикой социального порядка. Вот вроде бы, ну, как бы, собственно говоря, тот порядок, который, например, был, там, ну, скажем, в 30-е годы, да, предположим, в Европе, да, и тот порядок, который сложился, например, в 80-е годы, там, 90-е, да, они же различаются, да. Но, собственно говоря, традиции даже социальной критики, они же никуда не делись. И, там, тот же Хабермас, условно говоря, он как занимался социальной критикой, так и занимается, да, а что его заставляет, собственно, это делать? Ну, так, значит, у него бы с чем состоит радикальность, то есть, это, ну, не знаю, там, полнота, да, ну, то есть… Ну, вот такого рода позицию, собственно, и исклонно называть радикальность, да. Ну, как бы, специальность, ну, там, целиком, там, скорее, основание, да, на которое там строится в обществе, работа с ними, а не с, ну, как бы, частными аспектами. То есть, когда мы говорим о, там, не знаю, там, идеях и теориях или еще что-нибудь, которые говорят, что, нет, ну, вообще, вот у нас, конечно, там, демократия – это хорошо, но вот здесь вот нужно подправить, тогда это, как бы, ну, не то, что ты относишься к социальной критике, так понимаю, да, а когда идет критика оснований, собственно, которые устроятся вообще социальной теории, это, так называешь, радикальность в данном случае. В данном случае. Ага. Понятно. Поэтому, да, почему у меня в этой связи тоже возник вопрос, вот, собственно, там, о протестном интеллектуализме, ну, в связи с тем, что, ну, как, если, как бы, последовательно проводить, или, там, пытаться, как-то, эти позиции, вот, расставлять, вот, то, получается, что, в общем-то, там, невозможно слева, да, вот эта, вот, какая-то другая позиция, то есть только такая. Вот, вот, но это не означает, опять же, что, там, политические решения будут приниматься, ну, или, опять же, если они принимаются интеллектуалами, условно говоря, то они могут быть, да, или предлагаются, да, то они обязательно будут носить радикально политический характер. Ну, то есть, грубо говоря, если я даже анархист, да, я могу предположить существование частной собственности, как бы, ну, в каком-то контексте, в каком-то контексте. Ну, а хабербасовская модель, она вообще, как бы, лево и право объединяет в одну сферу, где легитимны, в том числе и, как называемые, эволюционеры, то есть абсолютно, они строят систему права. А право, идеология у ревизионеров тоже бывает какая-то, то есть там, может быть, скажем так, аппозиционер и реформанты, или ревизионер-идиолог по полной программе. То есть, он в своей ревизионере полностью. Ну, вот смотрите, например, что, а, там, предположим, Филипп Солерс по этому поводу писал, один из эфигонов Маркса, да, интеллектуалы стоят в оппозиции, точка, по определению, точка, из принципа, точка, по физической необходимости, многоточие. Они противостоят любому большинству, равно как и всем оппозиционным силам, которые надеются стать большинством. То есть личные такие максималисты. Нет, это неспособность в этом максималисте. Нет, это такое консультирование позиций. Собственно, он, типа, это же не то, что там дано от рождения, или запись в паспорте, или должность в, опять же, там, государственной чековой дух. Вообще, никто не знает, что такое интеллектуалы. Вот этот человек, который вот это пишет, он знает, что он консультруирует позицию таким образом. Он говорит, интеллектуал – это тот, кто стоит по позиции. И лично применять согласие. Можно принять или не принять? Дайте Бога! Это такое определение К таким революционерам можно причислить, по-моему, только Ницше В том смысле слова Ницше никогда не было революционером Ну, я понимаю Просто, если говорить о идеях Он, конечно, социальный критик, но Я больше никому не буду Я больше никому не буду разговаривать Я буду целых шесть секций Мы просто должны Как это? То есть, понятно, что все эти определения Они какие-то получились социальные и политические В основном, но мы должны иметь в виду Что существует некая Принципиальная разница между Интеллектуальной позицией и позицией политической То есть, мы это Обязательно должны иметь в виду Из того, что я, скажем, радикально мыслям Не следует, что я буду радикально поступать в политике Ну, то есть, это То есть, тут нет прямой связи Потому что, так или иначе, ну Во-первых, я мыслю контекстуально Во-вторых, если я даже действую в той же политике, скажем Да, или вообще совершаю социальное действие Вот, то я его совершаю тоже контекстуально Вот И тогда, естественно Ну, во всяком случае Вот это Вот крайняя такая, да Позиция, которая Предполагает, да Что социальная критика Возможно только Как революционная критика Определенная Вот Она, мне кажется Очень хорошо показывает Всякого рода Вот эти вот Проблематизации, которые Здесь возникают Вот Ну, и Можно опять же Вводить другие координаты Да, вот мы говорили о чем О том, что Скажем Мы можем смотреть Ну, там Институциализирован этот Интеллектуал или нет Мы можем, например Вводить координату Сейчас я вам скажу Как я тут накидываю То есть, опять же Идет ли, например Ну, скажем Не знаю Там, речь, предположим Там об элитарном Или популярном Применении разума Предположим Или опять же Идет ли речь, например Об универсалистском Или партикулярном Применении разума Ну, и так далее То есть, можно там Всякого рода вводить Какие-то координаты Естественно, у нас там Не получится Да, никаких схем Из этого Таких единых Чтобы можно было Все эти сегменты Развести Вот В конце концов Ну Я бы Ну, как это Я бы Наверное Во всяком случае Как Вот, если говорить Опять же О философствовании В социальной ситуации Да, вот Исходя из вот этих всех Проблематизаций Да, то я бы, может быть Его попытался Как-то, наверное Так определить Да Философствование Философствование Социальной ситуации Предполагает Публичное Социально ответственное Неприятие Наличного социального Порядка Это неприятие Также Должно быть Универсалистским Ну, поскольку, собственно Сама специфика Философия Это предполагает Вот Оно будет, естественно Субъективно Нагруженным Но, опять же Не в смысле Там, некоего Там Определенного Да, там Какого-то Самотождественного Субъекта Да, скорее В смысле Там, субъекта Как симгулярности Обладающего Там, субъективной Уверенностью Или верой Да, определенной Вот И, скорее всего Это будет Собственно Неприятие Неинституционализированное Ну, то есть Не вмещая Не вписывающиеся Да, в рамки существующих Социальных институтов Что значит Субъект Как симгулярности Вот Будем Потом, наверное Все-таки Про это Говорить А Почему Критика Не может быть Встроена Система Если хотите Субъект Подвешенный На политическую Истину То есть Тут возникает вопрос Что такое Политическая истина Ну, то есть Тут много на самом деле Всяких вопросов Понимаешь Ну На политическую И пускай на социальную Есть А политик, который Вещает идеи Которые Не его Но чьи-то И публично Их защищает Это Кто? Радикальный Каким-то идеи Ну, хотя он не придерживается Их, а это его политическое Просто действие Например Идея, например Какого-то Допустим Даже из низшего Не публичного слоя Философа Или какого-то Интеллектуала Он просто их вещает Потому что Они могут быть популярны Но при этом Почему он их вещает? Если он их вещает Потому что Он не видит альтернативы? Ну Допустим Он просто глупый Больше ничего не знает И просто Ему как умными Нет, я к чему Он не относится К системе Вообще никак То есть Не соотносится По той причине Что он строен В уровне Конституциализирован Короче Или потому что Он Это не его взгляды Ну хотя он Публичных выражает То есть Потому что Он не Институциализирован Да? Точнее наоборот Строен В социальный В политический Контекст Поэтому Он не интеллектуал А интеллектуал То тот Не строен Никаких И вещает Тоже Публичных Так это все Интеллектуалы Полагается Что Да Интеллектуал Ну в смысле Который не принимает Социальный порядок Он По крайней мере Плохо встраивается В те институты Которые существуют Но плохо Тоже вопрос Вот вы Встроенный живой институт Да, но плохо Значит Не интеллектуал Нет Либо Они мне тесные Либо вы не интеллектуал Либо Либо А что значит плохо То есть Вопрос возникает Эти границы Потому что В каждой из нас Строен Ту или иную степень Получается Интеллектуал Это опять же Кто то ноушебе А то ноушебе Он уже Получается Полит Ну Огромное количество Гениальных ученых Интеллектуалов Физиков Математиков Эйнштейны всякие Были совершенно Аполитичны В связи с этим что? Об Речь идет Не обученых Артигосов Это разница Давайте исходить из каких-то приоритетов. У нас есть приоритет значимого высказывания, давайте на него и будем прежде всего напирать. То есть, если Эдуард, например, для себя в частной сфере, например, либерал, но при этом здесь государственник в активном высказывании, то мы будем трактовать именно через активное высказывание как основную позицию. Что касается интеллектуала, я думаю, что вряд ли все-таки стоит интеллектуала привязывать к этой части, эксперты тоже интеллектуал, если особенно он правный в данном случае, но критики, они будут здесь, конечно, здесь попадает системная оппозиция, вы здесь правы, но опять же вопрос, насколько системная оппозиция является системной. Плюс, если это рассматривать как систему координат, тогда получается, чем дальше туда, тем меньше оппозиционности, чем дальше сюда, тем больше оппозиционности, реальной оппозиционности, больше реальной критики. Условно говоря, я когда сейчас Гаррика слушал, я все время думал вот об этой ситуации, где, как обозначить разницу между вот этим и вот этим человеком, между человеком, который максимально, вернее, который признает существующие порядки и при этом максимально хочет их реформировать, и человеком, который хочет произвести революцию, но очень маленькую, да, то есть вот маленькая революция или большая реформа. Что такое маленькая революция? Маленькая революция, ну, в общем... Я вас только хозяйствую с ним, Оль. А где вы это свой дом безъядерной зоны, то есть это маленькая революция? Маленькая революция, например, мне все нравится, но я хочу, там, выйти на улицу и со сконтированием поменять название улицы Бакратиона на улицу, там, не знаю, Костюшка, да? И в чем здесь хитика социальных устоев? Устои. Бакратиона называется так, не просто так, да? Есть устои, которые поддерживают... Как поменять улицу на другую улицу и все, развалить сообщество? Нет, если мы рассматриваем это как систему координат, а не как просто разделение четыре статичных состояний, то нахождение вот здесь и нахождение вот здесь будет сильно различаться. Радикальные революции будут говорить о радикальной революции во всех областях, в то время как минимальное нахождение здесь, оно может подразумевать, например, революцию в музыке, например, да? Мне уж не понятно, революция в музыке. Если мы говорим про социальную революцию, социальную философию, то здесь речь идет о том, что мы критикуем социальные устои, не критикуем. Реформатору не обязательно подломать ту социальные устои, которая сейчас есть, да? Он просто меняет какие-то аспекты, это одна история. Другая история, когда человек не хочет не просто поменять какие-то там, да, изменить структуру экономики, как делают там реформаторы, да, поменять полностью устои, как бы там, взаимоотношения, да, то есть перейти из, там, из советского, там, какого-то общества, да, там, в демократическое, да, где полностью другие взаимоотношения. Ну, нельзя подводиться, никакое вот это, вы больше не можете выключить. Я думаю, что точка 0, но хочется ГК. А у вас есть вопросы? Я просто, еще раз, чтобы, ну, просто уточнить, про что мы разговариваем. Мы разговариваем, вот эта схема, она относится, то есть там было вначале заявлено, что это философствующая позиция, да, в социальной ситуации, да, то есть и она описывает именно эту позицию и не связана напрямую с социальным и политическим действием. Поэтому есть большое количество людей, которые сейчас, вот, и ситуации, которые здесь описываются, они вообще к этой схеме не имеют никакого отношения, потому что есть еще одно качество, это обязательно философствующее. И радикальность, вот если там, вот то, что повторили, как-то реформулировала тогда Оксана, если радикальность заключается, ну, вот этого революционера или нерадикальность заключается в отношении к основаниям системы существующей, то она может быть не связана с какими-то действиями, она может выражаться и так, и так по-другому, вопрос в отношении. И тогда не имеет смысла тратить время на обсуждение вот этих всех частных деталей. Я уже говорил, да, что философский радикализм не обязательно, и вообще, в общем, не обязательно, она означает радикализм социальный и политический. Она про это, эта схема? Да. Вы уточните, чтобы... Ну, да. Нет, это на самом деле учебная схема, к которой мы не привязывались. Это не то, чтобы мы не уходили. То есть это не... Это не то, что можно использовать. Мы уже об уже стиле, как бы, иначе мы не сделаем, что это направление, близнец. Потому что здесь просто показана некая предельная ситуация. Вот эти все, по большому счету, они вообще не интересны, буквалы. Ну, специалисты. Ну, и специалисты. Ну, в общем, они... Я, в общем, не очень, как бы, знаю, что вы хотели сделать, но я это понимаю, примерно... То есть могу понять, примерно, в следующем вопросе, да, что, там, предложив такую систему картинат, мы можем попробовать найти, ну, социальные корреляты, да, такого рода позиции, именно социальные. Не философские, сейчас не интеллектуальные, а в социальном мире. И когда мы смотрим в социальный мир, мы понимаем, что в, ну, вот, тот квадрант, в котором у нас, там, это публичное действие, ну, или какое-то, там, что-то связанное сразу, ну, и поддержка социального порядка, у нас, как бы, есть ряд позиций, ну, или, там, пункционовые позиции, практически, стальных и деятельностных, которые туда помещаются. А в том квадрате, который связан с критикой и с неприятием, у нас, собственно, кроме революционера ничего не получается. И тогда, перенося это, ну, потому что это аналогия чистая, это аналогия социального мира, перенося это на отношения, ну, как бы, там, философии, философского, как действия, опять же, мы понимаем, что, там, любая социальная критика, это, в этом смысле, ну, как-то, радикально-революционная. Физика, в смысле, связанная с физикой основаниями устойки, а не чего-то другого. Вот все, как я понимаю, ваше... По той простой причине, что это, собственно говоря, и является прямым делом философа. Рефлексия по поводу, вообще говоря, нормативных условий того, что я делаю вообще, того, что я там думаю и так далее. А, собственно говоря, последовательное применение этой рефлексии, оно как раз и предполагает некую такую утопическую позицию. Ну, хорошая идея. Ну, теперь, что я понимаю дальше, что с темами людьми и работами, которые мы будем собирать дальше, нужно тогда, по гамбургскому счету, уже в том числе спрашивать у них и у себя этот вопрос по поводу того, являются ли они революционерами. Ну, вот, в закороченном смысле. И, собственно, что революционного, то есть, насколько революционны их критики. Ну, да. А можно предположить? Ну, это один из вопросов. Игорь, а не легче предположить, что пройти путем, потому что сейчас нейрофизиологи активно вводят в понятие критического мышления как такового вообще, в принципе, в понятие? Ну, что оно означает в нейрофизиологическом смысле, я не знаю, честно говоря. Ну, хорошо, возьми философский, в общем-то, устойчивое уже сейчас понятие. Вот, если мы здесь говорим не о политической, не о социальной, а именно о способности мышления, критической как противопоставления функционального, да, то, по большому счету, ведь революционер может быть функционально мыслить только. Та же, как и левые, и правые, они могут мыслить исключительно функционально, но они, по сути, не являются интеллектуалами, потому что интеллектуалы обязательно критически мыслят. Функционально и критическое, как бы, два сейчас... Не критическое, критическое и не критическое. Не, не, называют его... Сейчас поднимается... Я сейчас не помню имена, но был очень долгий период времени, когда это вводилось, писалось об этом материалы, в прессе, в западной прессе, где говорилось о том, что мы практически разучились к критическому мышлению, то есть люди вообще в сущности, разучились к критическими мышлами. Я думаю, что здесь есть одна громкость, из которой я все время пытался как-то Гаррика увезти от того, что у него здесь сплошная революция. По-настоящему, выбор людей, о которых он собирается говорить, это выбор, в общем-то, это все леваки. Соответственно, у нас получается, что не просто так, вот здесь сплошные революционеры собрались. И, кстати говоря, понятие критицизма, о котором Эдуард и предлагает, оно больше соответствует, может быть, англо-американской традиции, поскольку они действительно с психологией имеют позитивистые дела. А для леваков критицизм – это одно из подразваний марксистской традиции. Там немножко сейчас по-другому обозначается. Социально-психологическое смесло – это именно марксизм. Где завязана вся и социальная позиция, завязывая на способность к критической мысли, то есть осмыслять, самостоятельно принимать решения, определять свою позицию. Я прошу прощения, вот есть два травма. А чего я еще делаю? Интеллектуал не бывает один. Интеллектуал не издевельница. Интеллектуалов всегда несколько. И они сами создают свой институт, и они сами институционируются. Революция, они просто внедряются, опять же, в это общество, но с частью общества. И в чем их радикальность в их... Господи, интеллектуалы собираются, где-то что-то пишут, какие-то собрания, митинги. Что они делают? Где их революционность? Они ничего не делают. Так вот, если мы с вами... У кого-то комментировали? То есть, театрические, ребята, в реальности? Ну, в общем, мы сейчас... Это же целое кружок, в предположении, что в Ротик-То... В Ротик-То... Не знаю, проводили народные зимы дворцы, но... Я даже знаю, что в Ротик-То... В Ротик-То... Это же актуальный кружок, это... Ротик-То... Луначарский, как пример, одного из... Бывший друг Луначарского, это Бердяев, который считается вообще лучшим философом XX века, русским, да, он начинал как революционер-марксист, и начинал, длилось все с кружков. Ну, это классический пример, сто лет назад, который произошло. Масонские организации, которые способствовали формированию того, что мы сейчас называем Соединенные Штаты Америки. Это другой хороший пример того, как философы фактически трансформировали действительность. Да, в старом мире это не вполне красиво, но... Ну, пример Великой Французской революции, это тоже... Дима, Дима, да, я немножко... Ну, вообще, само понятие, собственно, интеллектуала в таком социально ангажированном смысле, оно же как раз было связано во Франции с делом Дрейфуса в конце 19 века, да, в 1894 год, если я не ошибаюсь. И вот после этого, да, во французской публичности, собственно, появилось... Да, вот это... Если интеллектуалы не политизируются... Ну, мы же говорили о том, что есть разница, да, между, собственно говоря, все-таки, да, там, радикализмом философским, да, и радикализмом политическим, да, то есть, очевидно, это предполагает, что все-таки есть разница между, там, действием философским, да, и действием, там, социально-политическим делом. Мы должны это иметь в виду, то есть, это вот не прямой корреляции, нет. Ну, это вопрос. Разница есть. Разница есть. Просто еще раз, чтобы прояснить вот эту вот... Потому что вроде как прояснили картинку, да, и снова пошло, потому что там леваки и всякое такое. Вот если перевернуть, давайте ее просто, как если попробуем ее очистить от... Ну, просто схема и схема, да, то есть... От ассоциации с, там, ну, политическим спектром, да, представьте, что система, она построена на левых принципах, а справа, ну, в смысле, вот в этой части будут находиться, да, то есть... А с той стороны находится кто-то, кто ее критически осмысливает справа, да, то есть... Эта схема будет все равно работать. Кстати, да, что-то хорошее предложение. А ты поменяй местами, что в ПСП. У вас есть общество убедившего коммунизма, да, то там есть его критик. Да, критик будет все равно в этой схеме, то есть, это не связано... Ну, то есть, эта схема не связана, да или нет, ну, потому что вы все время начинаете потом... То, что я и предложил, перенеси, и все будет работать. Ася, они просто это самое, понимаешь, стали сами себя работать. Ну, это же это самое. Нет, а в обществе убедившего коммунизма там... Ну, условно, и есть... А, там не будет. Ой, хорошо, не победившего коммунизма, давайте так, попроще, например, что-то сейчас с коммунизмом не пойдем. Хорошо, представим себе, например, что товарищ Брейвик, да, вместо того, чтобы высказывать свое ФИП по поводу сложившейся ситуации в шведском обществе, ну, чего бы там у них не победило, да, он вместо того, чтобы устроить теракт, он не устраивает теракт, а пишет труд, в котором разносят в дребезги все основания шведского общества. Никого не стреляет, выпускает там фолиант, да, и посылает. Он будет с какой стороны у вас находиться? Слева. Ну, он же функционирует обществ, правильно? А, причем он пишет труд, исходя из, переходим, политический спектр, радикально правых позиций, да? Но он, при этом, будет, верно, находиться слева в этой схеме. Конечно. Я просто схему пытаюсь вернуть обратно, чтобы вот эта каша не слипалась с коррелятами из верностей. А есть предложение, что не вернут личность, а то надо, это все, как это, когда удалось, мы видим. Основание для деления, чтобы... Так, я все-таки не... Я все-таки совсем ничего не успел, да, тогда в следующий раз просто я, ну, такой краткий арт-экскурс сделаю. Дело в том, что... Дело в том, что... Да, уже новое время. Да, уже новое время заканчивается, к сожалению. Ну, только начали. В качестве задания, о чем подумать нужно слушателям к следующему разу, принести какие ответы, да? Нет, дело в том, что к следующему разу мы будем, если мы прочитаем, опять же, понятие просвещения, только Амера и Адорна, да, то мы, естественно, будем говорить об основных направлениях социальной критики, да, собственно, которые вращаются как раз именно вокруг дезавуирования общества, основанного на господстве. Ну, можно просто, как мне сформулировать, вот у тебя есть революция и реформация, можно попробовать к этому тексту приложить это. В чем, собственно, та революция, которую предлагают, и как это может отличаться от той, скажем, реформации, которую можно было бы предложить, находясь на правом спектре, скажем, ну, и не на правом спектре, а на спектре традиционалистов. Ну, и на спектре традиционалистов, а на спектре поддерживающих социальных порядков. Ну, можно. Ну, а нам придется теперь уже прилагать ко всем последующим текстам? Нет, я предлагаю про эту схему благополучно забыть. Нет, не зимой! Спасибо. Я вообще не надо было рисовать. В этом случае, какие-то нервные моменты этой проблемы, они были выявлены. В общем-то, конечно, не все так просто. То есть, понятно, что есть много... А вот это уже телософия. Проблема в том, что, во всяком случае, франкфуртская школа с самого начала, она вот как бы демонстрирует нечто подобное. Но, опять же, в интеллектуальном смысле. В интеллектуальном смысле. Это что? Критика устоит. Да? Исследование даже. Ну да, мы же обещали, что мы теперь... Да, потому что, опять же, последовательная критика, да, нормативных условий, да, собственно, вот существующего социального порядка, она вот приводит к этому, да. Ну, в пределе. В пределе она приводит к этому. Позиции революционные. Во всяком случае, интеллектуальные. Продолжение следует...